Есть очень чёткая субординация. Понимаете, этой субординации нет у нас в нашей жизни. Например, женщина знает, как себя вести с мужем, она младшая для него, мужчина старше. В нашей деятельности часто мужчина знает меньше, чем женщина, допустим, в деятельности. И как она может быть младшей в этой ситуации. Ну то есть, если субординация в отношениях семейных совпадает с субординацией в главных отношениях, тогда попроще, но могут быть перегибы. Например, в этом случае мужчина начинает эксплуатировать женщину волевым способом решения принимать также и в семейной жизни. Потому что он стал начальником там, и он адресировал подчиняться, он также пытается действовать и дома. Это приводит опять к разрухе психики женщины. Потому что женщина и мужчина в семейных отношениях равны друг с другом. А в деловых отношениях равенства быть не может. Потому что сразу разрушается деятельность. Я вам просто описал проблемы, которые вы инициально знаете. Поэтому этот вопрос задала. Но вы согласны с тем, что это так? Да. Все правильно. Что делать? Что делать, вопрос. Как отступать назад? Самый лучший способ, если есть возможность, кто-то из членов семьи выходит из деятельности друг с другом, или она разделяется. То есть они разные сферы берут, не пытаются друг с другом это решать, и устанавливают чисто личные отношения семейных друг с другом. Вот так. Уменьшить нагрузку семейных отношений, уменьшить эту нагрузку. Деловых отношений в семье. Это уже спасает. Ну, допустим, прямого контакта, чтобы не было в решении вопросов. И строить личные отношения друг с другом. Отношения любви, заботы. Второе решение — договариваться, что мы там работаем, здесь любим друг друга. Это будет аскеза, потому что всегда будет хотеться сказать. И обиды там на работе будут переноситься в одно обиды, над личной жизнью. То есть я вам не решил вопрос, да? Не совсем. А что бы вы хотели от него услышать? Нет, я просто для себя. Но от вас я услышала все, что хотела услышать. Я просто думаю, как это. То, что вы ответили, за вашей. У нас получилось, что я стала поводить. Ну, вот видите, у вас все получилось не так, как надо. У меня получилось вообще все, не как надо. Я просто теперь не знаю, как назад. Я уже знаю, как надо, но теперь назад никак. Назад никак. Разделите, замените своего мужа в деятельности. И дайте ему отдельную сферу. И будет самый лучший вариант. Пусть ничего не хочет уже на себя. На себя брать ничего не хочет. Замените его тогда. Выведите его из бизнеса. И строите с ним дома семейное отношение. И все, и будет победа с вас. Он не хочет ничего брать, потому что, понимаете, есть такой феномен. Вы были вчера на лекцию? Да. Есть такой феномен, что мужчина, он или сильно вдохновляется поведением женщины и растет, или она его в нем уничтожает просто мужское начало. То есть, женщина или вдохновляет мужчину, или уничтожает. А мужчина с этим сделать ничего не может. Я приводил, например, песню одну на стихи, по-моему, Роберта Рождественского. «Будь, пожалуйста, послабее». Я слушала вашу лекцию. Да, я слушала. Вот, все. «Будь, пожалуйста, послабее». «Будь, пожалуйста, послабее». Она его глушит, а он уже не знает, что делать с этим. А перестаньте с ним работать. Единственное, вы найдете себе хорошего, другого сотрудника, все-таки. Он постепенно окрепнет, станет получше, восстановится. Сейчас, похоже, он депрессией находится. Он уже устал. Ну, уже и на разные территории разошлись. Уже вместе живет? Да, вот. Нет, мы вместе работаем, общаемся, но вместе не живем. Ну, вот. Ну, вот это результат. Да, это результат. То есть надо как-то... Да, я понял. Молиться надо. Молиться с ним установить отношения, сказать ему, давай будем вместе жить, и найти ему другую деятельность. Помочь ему. А лучше сейчас найти ему другую деятельность, отдельно от вас, и приблизить его в личный мир. Ну, вы не расстраивайтесь. Нет. Он просто действует дальше. Вы вместе еще, вы никуда не расстались. Он посключит, просто он устал уже в таких отношениях. Ваши вопросы, у нас ответ на вопросы. Лекция пока не началась, да? Вы по деятельности, да? Угу. Давайте, да. У меня вот есть еще вопрос. Как сотрудник, и, наверное, сам руководитель, то есть себе, зажечь огонек, передать сотрудникам энергию, оптимизм, позитив, ну, какой-то драйв? Не получается. Не все деньги, тем более сотрудникам передать. Понимаете, это могут делать специальные люди, которые имеют на это силу. Ну, допустим, вы можете мне спросить, Олег Геннадьевич, как мне спеть красиво? Красиво может спеть только тот, кто поет красиво. Также есть в природе оптимистичные люди, которые, как бы, могут передавать этот драйв. Но вы не такой человек. Вы по природе не оптимист, а больше реалист. Понимаете? То есть вы, как бы, четко видите ситуацию, взвешиваете, можете, как бы, с сотрудникам дать деловые инструкции, как им работать правильно, оценить ситуацию, трезво, как бы, в этой ситуации сориентироваться. Вы реалист по природе. Ну, нужен человек, который будет вдохновлять людей. Он не реалист по природе. Он всегда вдохновляет. Он не может быть реалистом, он вдохновитель. У него другая природа совсем. Он всегда любит в позитивном свете. Это должен быть сотрудник компании или коучер, например? Вы знаете, вот, часто люди думают, что если вы кого-то наймете, и он только имеет эту природу и больше ничего, то он сможет что-то пробудить в людях. Вдохновение не означает минус на плюс поменять. Вдохновение состоит из нескольких компонентов. Первый компонент веры в вашу идею. Первое, что нужно, нужно сделать какую-то идею в предприятии. Идея означает что-то светлое, что вы делаете помимо бизнеса. Ну, например, вы там спонсируете строительство, храма, и ради этого вы считаете, что вы работаете. Или ваша идея в конечном счете сделать счастливыми сотрудниками. Или ваша идея еще какая-то, понимаете? Ну, то есть должна быть какая-то идея в бизнесе. Если этой идеи нет, тогда нет на что опираться в том, чтобы вдохновлять людей. Вот, допустим, у нас идея — это служение Богу. То есть я, то, что я делаю, мы все это делаем для Бога, понимаете? Для развития духовности в России, там, в людях и так далее. Вот у меня есть медицинский центр, мы так обновляем своих людей. Это первый компонент. Следующий, второй компонент — это Личность, которая обладает вашими ценностями. То есть она является соревнованием. То есть эта Личность не просто имеет качество вдохновлять, а она верит в вас, эта Личность. Она верит в вашу идею и вам как Личности тоже. И тогда его качества, этого человека, начнут действовать как рычаг очень мощный на людей. Они будут видеть, что кто-то из них будет видеть, а кто-то нет. Но люди раздействуются на две части. Одни из них будут вдохновляемые, и их надо будет развивать Бог. А другие будут не вдохновляемые, и их надо будет отъяснять от деятельности. Потому что вдохновляемые люди, у них сильный разум. Они могут развиваться как специалисты и сильными людьми стать. Они вдохновляемые, у них слабый разум. Хоть они и могут быть хорошими специалистами, но они не перспективные люди. И вы таким образом вдохновляя людей, будете смотреть разделение вот этого. Кто вдохновляется, а кто нет. И вкладывать в те, кто вдохновляется, не вкладывать в те, кто не вдохновляется. Потому что есть большая разница между специалистом и соратником. Соратники обычно бывают плохими специалистами, а специалисты обычно бывают не соратниками. Но если вы увидите, что кто-то играется соратником, и можно из него впоследствии сделать хорошего специалиста, вот это и есть тот человек, которого надо вкладывать для развития. Понимаете? То есть три вещи, которые вам надо сделать. Первое. Натить ей вашу деятельность. Она означает то, что вам будет самой нравиться, что вы для Бога делаете в этой деятельности вообще. Вам будет самой, вы сами вдохновитесь, вы говорите, как меня вдохновите. Вот. Очень просто. Что-то делайте для людей, для Бога, то есть в своей деятельности. Чуть-чуть хотя бы что-то не обязательно, это деньги за это платить. Просто что-то делайте хорошего. Второе. Найти человека, который будет вашим соратником постепенно. Может это произойдет. Вот. Возведите его статус, который даст ему возможность общаться с людьми. Я даже чувствую, что у вас есть такой человек уже. Просто вы не сильно воспринимаете его как именно такого. Он всегда такой оптимистичный. Размеранно. Ну вот вы уже поняли даже, о коме говорю. Просто если он станет вашим соратником, а мне кажется, он и есть, то есть он в близкие отношения достаточно хорошо, то он относится. Надо постепенно его квалификацию повышать в этом плане. То есть обучать его, вдохновлять людей. Вот второй компонент уже тоже мы раскрыли. Остался третий компонент. Это ваша возможность внутренне понимать, как развивать людей. Потому что просто вдохновение одно, оно не работает. Ура, 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 а что дальше? Понимаете, нужно, чтобы люди не просто вдохновлялись, а они становились вдохновленными. То есть, другими словами, развитыми как Личность. Вот это вот серьезная работа, которую вы должны проводить годами. Развитая как Личность в духовном плане? Поймите, что есть только одна развитость у человека, это духовная. Только одна. Все остальное, это не сильно большая развитость. Если человек духовно развит, он может также и стать хорошим специалистом. Но если у вас есть хорошие специалисты, которые не развиты духовно, это все равно, как голки на елке, которые уже скоро сдуют ветром. Они и большие, и крепкие, и все классно, пушистые, но ветер, когда подует, ветер перемен. И кошка без шерсти, понимаете, да, идеи? Поэтому на таких людей нет расчета никакого, они просто временные у вас предприятия. Есть только одна ценность в человеке, это его духовно-нравственная позиция по отношению к вам, к вашей деятельности. Это соратники. Если есть такие соратники, они ценность составляют. И остальные люди все временные. Как только кризис, а кризис уже идет, сразу все отваливаются. Чуть вы денег меньше дали, чем кто-то другой, сразу раз туда перейдем. Вся ваша дружба закончилась. Как знаете, есть две категории собак. Одни вдохновлены хозяевом, а другие мясом, которое он дает. И как определить? Вот если собака хозяина вдохновлена, если ей другой хозяин мясо сует, она на него гавкает. А если собака вдохновлена мясом, она только мясо ей другой хозяин дает, она сразу туда побежала. Ей по барабану, что там будет у нее в сторожке. Главное, кто больше мяса даст, понимаете? Если даже у собак такое разделение есть, посмотрите на людей, там это разделение четко проявлено. Держите вокруг себя тех людей, которые вам вдохновлены, а не мясом, которое вы им даете. Спасибо. Значит, стабильности не будет никого. Мы все собрались, организаторы, как считают, есть у нас организаторы, как они считают, мы все собрались или еще подождали? Все? Начинаем лекцию. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Я надеюсь, что мы с вами достигнем нашего результата на этой лекции, и все будут довольны. Там заявлено было, что мы также будем с вами беседовать о чем-то. То есть, поэтому у нас времени почти три часа. Хотели бы вы лично задавать мне вопросы при всех полчасиках в конце, или я просто тему буду раскрывать больше? В конце, да? Хорошо. Итак, мы говорим сейчас о кризисе в нашей стране, о том, как сохранить компанию во время кризиса. И первое, что я хотел бы сказать, о том, что вы уже поняли, что такое время. Время – это самая большая сила в этом мире. Она все старит, все движет к трудностям. То есть, в теле старения процессы происходят, как вы знаете, в этом нет проблем. Когда человек рождается, он уже стареет. В психике человека с каждым годом все больше трудностей выходят наружу в результате времени. Маленький ребенок не чувствует трудностей, даже если он болеет. У него все равно мир прекрасен, ему хорошо жить. Чем старше человек, тем больше на него наваливается груз времени. Понимаете, да? со временем. Даже людей гнет земле с возрастом. Но есть еще определенные вещи, которые тоже связаны со временем, но они идут немножко непоследовательно. Это циклическое влияние времени на человека. И эти циклы означают хорошие и плохие периоды внутри психики человека, хорошие и плохие периоды внутри страны и хорошие и плохие периоды на территории всей Земли. И сейчас идут глобальные процессы, то есть наша Земля сейчас находится под влиянием плохого периода. Вся Земля. Не то, что наша страна, а вся Земля. И есть четыре стадии развития плохого периода в любом процессе. Это в отношении семьи, допустим, в отношении коллектива, в отношении страны, в отношении Земли. Если плохой период начался, то первая стадия — это страх. Страх означает, что у людей нет чувства, что все будет в будущем хорошо, у них нет устойчивости, они боятся за будущее в своем коллективе или в рамках, допустим, нашей страны. В первой стадии страх, то есть страна жила-жила-жила, в том, пац, стало страшно жить. Профиксировали момент или нет? Что в какой-то момент стало страшно жить в нашей стране. Так ведь? Или нет? Или все нормально? Есть определенное ощущение. Это первый период развития плохих событий. Второй период называется двойственность. Двойственность означает, что не просто страшно, а также есть хорошие люди — это мы, а есть плохие люди, которые нас не любят, и мы их не любим, потому что они плохие. Понимаете? Это второй период развития событий. Мы находимся уже на нем или нет? Да. Теперь смотрите, есть еще третий период. Это означает, что они не просто плохие, они враги. мы хорошие, а они враги. Видите, этого пока еще нет. Так? Врагов пока у нашей страны нет. Но вот, когда начинаются враги, это называется уже предвоенная обстановка. А есть еще четвертый период развития событий по ходу времени. Это означает, что уже начинаются военные действия. Я тоже считаю, что у нас идет переход от двойственности вот этого ощущения, что есть плохие люди к вражде. Переход идет влияние времени сейчас идет к этому. И мои прогнозы внутренние таковые. Я считаю, что в течение следующих, ближайших двух лет, в 2016-2017 год обстановка на Земле будет ухудшаться. И 2017 год где-то летом, к лету будет кризис, который может вылиться в какую-то крупномасштабную войну. Или может быть и не вылиться. Я не знаю точно. Я не могу это точно сказать. Но энергетически я чувствую, что там будет развязка. И начало 2018 года это как бы уже другая жизнь совсем пойдет. Ну, я не знаю, хорошая или плохая. но она уже вот этот вот цикл закончится, который сейчас идет. То есть вот то, что сейчас на гнетение идет, оно будет еще два года продолжаться, потом какая-то ситуация и потом мне бы хотелось думать, что потом будет лучше. Так всегда хочется думать. Вот. Поэтому сейчас двойственно следите за сознанием людей. Если уже начнутся враги, вражда начнется, то, соответственно, и ситуация станет предвоенной уже. Тогда дальше уже думайте, как вам действовать, развиваться. Потому что поведение человека, который несет ответственность за людей, в разных периодах времени должно быть разным. Нужно все планировать правильно. Если вы делаете точно так же, как вы, допустим, вы действуете так же, как было хорошее время, когда не было ни страха, все развивалось, и вы сейчас пытаетесь свой бизнес развивать точно так же, как тогда. Это безумие. Это всегда идет в крах. Это все равно, что вы бежите сто метровку по ровной местности, и вы планируете то же самое время пробежать, как вы бежите вверх. шансов нет. Вы обязательно будете бежать дольше вверх, и вам будет тяжелее. И неизвестно, добежите вы или нет, потому что вы можете споткнуться, там где-нибудь завязнуть, упасть и устать очень сильно. Поэтому сам способ бежать наверх, он должен быть другим. Итак, как сохранить компанию в кризис? Дело в том, что вообще, если говорить о ходе времени, то вот эти два периода времени, когда все хорошо, предназначен для развития, когда все плохо, предназначен тоже для развития, только для другого. И это надо четко разграничивать. Понимаете, когда идет кризис, то должно быть внутреннее развитие. Нужно вкладывать силы для того, чтобы очень глубоко, точно и логически выстраивать свой бизнес, оттачивать все, оттачивать механизмы все внутри, прописывать законы, укреплять отношения с сотрудниками, укреплять команду, пытаться прописать миссию своей деятельности, пытаться людей вдохновлять не материально, а нравственно и духовно в это время. Потому что есть разный способ мотивирования. Понимаете, люди часто думают, что есть только один способ мотивирования, это деньги. И это глубочайшее заблуждение. Потому что более ценным, например, для человека является мотивирование с позиции отношений. Понятно, что деньги это страх, то есть без них невозможно жить. Они или тебе хорошо, нет страха, или есть страх. Как только денег становится меньше, становится в жизни больше страха. как только денег становится больше, страха становится меньше. Но когда люди живут большой тесной семьей, они мотивированы отношениями, очень сильной заботой, тогда они могут этот страх терпеть. А когда семьи нет, страх терпеть невозможно. Всегда, когда есть страх, люди всегда жмутся друг к другу, им нужны отношения. А если отношений нет, тогда они убегают туда, где они есть. Таким образом, надо понять, что мотивация деньгами, она понятна, что она нужна, без нее вообще ничего не сделаешь, но если у вас есть близкие отношения в коллективе, есть сила в этих отношениях, тогда вы можете на низком плаву держаться очень долго. Ваша компания может долго переносить этот кризис, но если нет глубоких отношений, не построено вот это чувство защиты внутри вашего коллектива люди не чувствуют себя защищенными, тогда в этом случае эта мотивация низкой зарплатой она не сработает. Ну то есть люди будут все равно убегать по любому. Есть несколько моментов, которые я уже говорил в прошлый раз, хочу еще раз их подчеркивать, потому что всегда, когда время влияет нагнетая обстановку, сама страна всегда переходит на другой способ жить. И есть определенные законы в этом. Первый закон. Всегда в стране демократии становится меньше, в любой стране, когда время поджимает, демократии становится меньше, директивное управление больше. Даже если демократические законы прописаны в стране, вот как допустим взять украину. Там прописаны демократические законы, но на Украине сейчас уже военная обстановка, и поэтому демократия вообще никак не работает, вы видите, там только работает директивная система власти. То есть если ты не с нами, тогда мы тебя сажаем в эту мусорную контейнер и носим по Крещатику. Понимаете, что это не совсем демократические методы отношений. Поэтому это все зависит от пленения времени. То есть если время усугубляется, тогда усиливается директивный способ управления ситуацией, потому что есть только один способ побеждать в войне. Там никакой демократии в армии быть не может. Согласны? В армии есть только строгое подчинение. Точно так же, когда страна переходит в более сложный период жизни, только строгое подчинение спасает страну. Поэтому страна сейчас постепенно переходит в результате влияния времени на русло директивного управления. И в соответствии с этим, если вы хотите выжить в этой ситуации, вы должны свой бизнес подстраивать или под госзаказы, или под какие-то серьезные отношения с правящей партией или еще что-то в этом роде. То есть нужно приближаться к главным в этой ситуации, быть ближе к ним. Потому что все, кто не ближе, они были. Они в конце концов будут оттеснены. Они станут менее важными. Это первое, что нужно понять. При кризисной ситуации все, кто в Сбербанк выживает, все остальные лопаются. поддерживать власть? Поддерживать власть несомненно. Абсолютно безумная идея пытаться хоть как-то критиковать власть в кризисной ситуации. Это просто безумие. Потому что это означает, что ты или должен уехать отсюда, потому что двойственность означает, если ты друг, оставайся здесь, будешь в нашей крепости. Если ты враг, тогда можешь туда переехать, будешь против нас. Если тебя пустят, если ты уже успеешь это сделать, другими словами. Сейчас пока ситуация не такая. Двойственность означает, что этот с нами, этот не с нами. Но потом будет еще и третья обязательно стадия, я точно знаю, может быть, уже на следующий год, когда будут конкретные враги уже, понимаете, и законы под это все подстроятся, то есть законы будут тоже такие. Уже сейчас есть такие законы. Там экстремисты, исламские государства, там и так далее, все, вот они уже враги. Если ты хоть чуть-чуть как-то нюхаешь эту сторону, тогда все, тебя походзают. И это правильно. Потому что страна иначе не выживет, понимаете? Законы всегда соответствуют возможности выживать. но я сейчас говорю о бизнесе, то есть если вы приближаетесь к исполнению желаний государства, тогда, соответственно, вы на плаву. Если не приближаетесь, тогда, ну, может быть, и все хорошо будет, а может быть, и нет. Никто не знает. Только Бог знает. Вот. Следующее, что надо также понять. Если вы шпуньки к зонтикам производите в кризис, то надо понять, что когда людям жрать нечего, им зонтики тоже не нужны. Понимаете? То есть во время кризиса надо хоть как-то свою деятельность перестраивать на жизненно необходимые вещи. Как я говорил с одним бизнесменом, который тоже камнями занимается, только он мне сказал, что его камни, они действуют дольше, чем мои. Потому что мои камни, они только какое-то время лечат человека, а его камни стоят вечно для человека. Ну, то есть он как бы памятники делает для населения из гранита. И он как бы сказал, что вы знаете, у меня нет таких трудностей с кризисом. Потому что когда кризис наступает, заказов больше. У меня все нормально. То же самое вам бы сказали ремонитологи, ремонитологи, или те, кто в психушках работает, и так далее. Понимаете? есть или, допустим, опять же, пищевая промышленность. Есть понятно, что какие-нибудь там тортики, вот такие. Понимаете? А есть просто слабости обычные, там, казинаки какие-нибудь. Это 100% будет всегда продаваться. Понимаете? Есть продукты, которые просто надо кушать, и все. Это то, что надо кушать. и если, допустим, чем больше кризис, тем больше люди вкладывают просто необходимые вещи, и тем меньше они вкладывают то, что не нужно. Поэтому, если вы понимаете, что в ближайшие два года кризис, значит, вы как-то должны думать о том, что товары более простые, надо увеличивать продажи, более крутые уменьшать. Это естественно. Видите, как вот, допустим, эти тут поездки тоже за рубеж. Это же просто закономерность. Чем больше кризис, тем меньше люди будут ездить за рубеж. По разным причинам. Не только там теракт, просто денег нет там и так далее. Это закономерные вещи. Опять же, деятельность внутри страны увеличивать, деятельность на экспорт, импорт уменьшать. Потому что, когда кризис рушатся связи, время так действует, что рушатся связи между людьми. Но приведу вам такой пример. Допустим, время плохо влияет на площадку, на которой вы живете. Вас, допустим, вы как-то встречались друг с другом, общались, а сейчас плохое, время плохо влияет. вы, там, ваша собачка накакала нечаянно на подстилку соседской квартиры. Понимаете, там была вонь, они вас не любят, и вы не сможете уже с ними общаться и встречаться. Поэтому не надо планировать какие-то совместные отношения, потому что отношений нет. Точно так же в кризисе разрушаются отношения между странами, что их планировать, если это просто невозможно. надо развивать бизнес внутри страны. Но внутри страны больше сейчас сработает, чем если мы будем с рубежом что-то делать. у вас не получили исключено как-то бездовольство как-то со мной вставать. Вот так, надо еще что-то, еще что-то, там потом субтитры субтитры по-английски субтитры